Можно сделать бургер гораздо вкуснее, чем в Макдаке. Очень легко. Вот, все, в принципе, мы пришли, сейчас в магазик покажем. Не, ну женщины ходят в спортзал не только, чтобы заниматься спортом. А можно так? Да, да, да. Идите? Ну... Вот это все мне сейчас неизвестно. И чтобы лучше понимать вашу должность, я сяду сам туда. Сегодня будешь за менеджера, да, сидеть? Да, в общем, я решил впервые в жизни, что я действительно... Раньше было просто решение, что я хочу это сделать. А теперь я реально сажусь и буду два месяца заниматься продажами с самого низа. То есть как менеджер обычный, сервис-менеджер. Буду смотреть, что там реально происходит, что можно реально требовать, что можно реально менять, улучшать. Можно ли вернуть клиента, сколько это занимает времени. То есть я буду оптимизировать всю эту работу вместе с Аней Шмаковой. И через два месяца пойду в следующий отдел. Скорее всего, это будет отдел контента и SMM. То есть я решил теперь вот так вот все забываю, вообще, что происходит в компании. И на два месяца иду в какой-то отдел с самого низа, продвигаюсь, улучшаю. Потом в следующий отдел два месяца. Вот. А то я что-то вообще совсем запутался, что я делаю в компании. Решил таким образом немножко себя как-то приостановить и уже углублено работать. Вот это вот, соответственно. Ну вот он чуть-чуть-то больше, соответственно, так. Не утягивает, но поддерживает комфортно. Ну, наимаешь. Это тоже сделала. Что здесь происходит? Восьми меряют, нас, да, обучают, понимают, какие размеры кому садят, какие пояса там разные, какие резинки разные, что удобнее, да. Резинки разные. Резинки все разные, да. О, а что ты тут делаешь? Привет. Каждую пятницу, банный день. Мою принтер, техобслуживание делаю. А что будет, если не делать вот такие штуки? Слушай, сломается. Да. Слышишь, как угрызнули. Какая ты хозяйственная. Ну, что ты, что ты. Это ж мои дети. Надо же за ними следить. Здрасте. Здрасте. Это новенькие? Да, это наши новенькие дизайнеры. Учатся шить. А зачем дизайнеру шить? Ну, сложный вопрос. Чтобы вы уважали. Наверное, чтобы было понимание того, что придумают, как это будет собираться. Ага. Как тебя зовут? Екатерина. И давно ты занимаешься дизайнерством? Дизайнерством. Я конструктор. Больше. Но душа хочет огонька. Сколько ей понадобится времени, чтобы освоить это? Ну, в среднем. Ну, может быть, около месяца. Ну, удачи тебе с огоньком. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Мы сейчас будем навещать наш магазин. Там сейчас мы сняли помещение на ТЦ 7-ой. Разбомбили его, да, я так понимаю. И дальше будем собирать. Вот. Сейчас мы это все покажем. Расскажем все моменты, аспекты. Что мы уже прошли, прежде чем туда заселиться. И что будет дальше. И что мы хотим получить в итоге. В итоге мы хотим получить готовую концепцию для франшизы. Вот. Расскажем, что почем. Сколько это стоит. Мне больше интересно дальше. Что, как бы, сколько можно магазинов открывать в целом по России. Пойдет ли данная концепция в мелких городах. Вот. То есть надо посмотреть, как большая вот эта вот франшиза может жить. Как может жить в мелкий магазинчик. И посмотрите. Все. Дальше, короче, за где-нибудь 4-5 месяцев упаковать франшизу. И начать потихоньку открываться. И ебашить этих до 4 фсовцев. Звездные войны пройдешь? Концов. Да, мне понравился. Кто? И трейлер? И трейлер? Я сейчас все посмотрел. Вот. Вообще рынок франшиз в России очень плохой. Он подорванный. Не успев зародиться, он уже подорвал себя. Берешь деньги и ебить, как хочешь. Вот, примерно, вот так вот франшиза выстроена сейчас в России. Ну, естественно, если это не зарубежные какие-то компании. Я уверен, что МакДак в России там все продумано. Потому что технология единая. Можно сделать бургер гораздо вкуснее, чем в МакДаке. Очень легко. Но вопрос в том, чтобы ты смог это сделать теперь абсолютно в любой точке страны. Чтобы это мог сделать абсолютно любой человек. Абсолютно в любом количестве. Быстро и дешево. Вот и в этом и заключается суть механизма. Что-то ТЦ даже не выделить, что это ТЦ, да? Да. Короче, в этом-то ТЦ мы будем. Семная. Мы выбрали его, потому что он в центре Питера. И он на пересечении всех линий метро основных. К сожалению, места были только на четвертом этаже. Самое непроходное место. Да, третье. Но зато аренда дешевая достаточно. И я думаю, мы на случайный трафик сильно не рассчитываем. Хочем провести именно сначала нашего клиента. Вот все. В принципе, мы пришли. Сейчас в магазик покажем. Он ненамного больше. Можно я рулетку принесу? Можно. Рулетка организация. На минуту, сейчас мы ход тканем сделаем. Это жопа какая-то. Просходная. Ну, это у комплексов. Ход в магазин симметрично относительно центра. Но при этом они менять остекление в саму конструкцию не готовы. Такие реальные проблемы бизнеса. Так они выглядят. Такая ебля. И это будет продолжаться не часами, годами, когда вы решите заняться предпринимательством. Это не самые страшные вопросы. Это вам не трансформатор, блядь. Спасибо. А где лосины? Это странный комплект. А вот ты, Рома. Ром, подойди. Рома, дай пожму твою крепкую, дизайнерскую и очень творческую работу. Классно. Спасибо тебе. Старайтесь. Спасибо. На самом деле, это номер один. Все, что связано с сексом. Не, ну, женщины ходят в спортзал не только, чтобы заниматься спортом, а, конечно. Слушай, а мне всегда было интересно, когда я видел, как люди либо продают бизнес целиком, либо продают доли. Зачем продавать то, что деньги приносят? Так и получилось. Так что, я еще четыре. Три. 15 апреля было ровно три года, как я создал группу по Bonafide. Она, кстати, была первой группой. Потом сайт, сюда, да, первый. Нет, сайт я сделал после вас. А инстаграм? Первый мой. Теневой кардинал Bonafide. Первый магазин мой. У нас на все три спроса. А, ладно, хорошо. И куда он идет? Никуда не идет. И выходит? Подведи подает? Да, батарик какой-нибудь возьмет. Подделка на бомбары. Бомбар, да? Я льду. Может, попозже подойдет. В самом начале мы все вместе, втроем, делали, короче, у нас был такой разговор о том, что... А, сколько выйдет? Да, сколько магазин? Ну, мы что-то там полтора, типа, два такие суммы говорили. Да нет, по-моему, даже до двух никто не говорил. Полтора или лям с чем-то. А в итоге получается в два раза больше. Я думаю, все будет хорошо. Все получится. Да. По-любому. Ждем конца июня и все покажем. Куда Степан пропала, чуть не видел по самому времени. Большая проблема найти руководителя отдела продаж в России. Трудно мне или тяжело? Извини. Ну? Все, идти. Всего лишь захотел по психологу.